Новосибирск часто любят называть столицей не только Сибири, третьим городом России, вот как я сейчас выражусь, да, по населению опять же. И говорят о том, что вот мы, мол, такой крупнейший, прекрасный город, центральный за Уралом, но каждую весну бросается в глаза широкомасштабное количество пыли в городе. Вымоешь окно дома, к вечеру вновь все в пыли. Поставишь машину на стоянку, ну буквально возле нашего бизнес-центра, Советская 64, а машину накануне вечером помоешь, через два дня, как будто и не мыл, а дождя не было. Как избавиться от пыли? Вот вопрос, откуда все это берется? Есть ли решение этой проблемы? Об этом, я думаю, что говорят очень много, да, в данный момент. Ну, на самом деле проблема не новая для города Новосибирска, и все мы знаем источники этой проблемы. Может быть, не все источники, но, тем не менее, основные источники – это та смесь, которую мы на дороге посыпаем в течение зимнего периода, песко-соляная смесь, так называемая. В целях борьбы с запыленностью города были проведены исследования по определению основных причин запыленности атмосферы города институтом почвоведения и агрохимии. Они буквально недавно свежие были результаты, и основное все-таки – это песко-соляная смесь, та, которая у нас на дорогах присутствует. Но также ни для кого не секрет, об этом уже говорилось, что с зимы 2018-2019 года был также приобретен муниципалитетом противогололедный реагент. Это Бионор, да? Бионор, да, твердый химический антигололедный реагент, который не разрушает дорожное покрытие и не воздействует на окружающую среду. Поэтому есть продвижение в этом моменте, есть продвижение в том, в закупках той самой песко-соляной смеси и более такой крупной фракции песок принято решение покупать с 2018-2019 годов. Но, тем не менее, мы вот с каждым годом, вчера буквально общался с руководителем Главного управления благоустройства озеленения мэрии города Новосибирска, и с каждым годом мы видим, вот, допустим, в том году не так было запылено в городе Новосибирске. Почему так вот? Ну, вопрос как простого Новосибирса, простого горожанина к начальнику управления. Один момент. Есть такие субъективные и объективные факторы. Даже в то, если вот сейчас стояла долгое время сухая такая погода, и понятно было, что никаким дождем, никаким количеством техники это не смывалось. Дождик был небольшой, если там моросил, то очень немного не смывалось в ливневой канализации. Нужен большой ливень. Это отчасти бы решило проблему запыленности в городе. Но, тем не менее, понятно, что на природу уповать, но и самому не плоховать, это давно известно. Поэтому была и закуплена также техника дополнительно в том году 48 единиц. Дополнительно поставили в этом году в лимиты по закупке еще дополнительно 10 единиц подметальной техники. Она такая поливально-подметальная техника, которая тротуары убирает и убирает отчасти прилегающие к проезжей части территории. Поэтому в этом направлении движемся. Но и мне, общаясь с избирателями, говорят, у нас Новосибирск в Полиград превращается. И гости города, когда приезжают сюда, много, особенно, которые в первый раз... Обращают внимание, да. Да, не дай бог приехать в весну. Не дай бог сюда в весну приехать. Впечатления Новосибирские немножко другие складываются, нежели зимой или, допустим, летом. И обидно становится, потому что действительно к нам приезжали ряд артистов в нашу студию весной. И говорят, слушайте, ну как у вас здесь пыльно. А потом они же возвращались где-то в июле и говорили, слушайте, ну а город-то, оказывается, может быть красивым и хорошим и опрятным. И все зависит только от времени года. Я слышал, что город хотят пропылесосить. У нас действительно есть такая техника? У нас есть техника. Это и из старой техники есть, и из вновь закупленной техники, которая в 2018 году покупалась. Но я еще хотел бы сказать, все зависит, конечно же, в первую очередь от финансирования. Мы понимаем, что у нас порядка 85-90% износ всей техники, которая есть у нас в ДЭО. Это больше 700 единиц техники. И процент износа даже чуть-чуть поменялся при покупке новой техники. Ну, представляете, 90%, даже 80% износ. Это, ну, очень плохо, потому как техника только выходит, она ломается, приходится ее восстанавливать. Пока она восстанавливается, те участки, которые не убраны, либо снегом засыпает, либо пылью, либо какими-то другими отходами. Но я хотел бы сказать о том, что близятся большие события в городе Новосибирске. Это и чемпионат мира по волейболу, который ожидается в Новосибирске, сейчас строится волейбольный центр, и чемпионат молодежный, чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Мы сейчас в Совете депутатов и наши коллеги Законодательного собрания, естественно, административные органы власти, правительство, мэрия разрабатывают, и отчасти программа уже разработана по закупке новой техники, по обновлению парка уборочной техники, по координации той техники, которая существует. Потому что есть еще проблема в координации, понимаете? Некоторая техника ездит, там, где не надо было в этот момент ездить, для этого нужны современные системы, которые координировали бы ту технику. Допустим, здесь, на этом участке нужна подметальная, здесь нужна поливальная техника, здесь нужен самосвал, здесь нужен погрузчик. И есть программы в умных городах, я имею в виду, в умных городах есть программы «Умные города», которые разработаны институтами, разработаны большими корпорациями. Они внедряются в городскую систему, там регулируются от светофора до уборки урны. Вот, все, фиксация. И я надеюсь, что изыщутся те ресурсы, которые должны прийти не только с регионального уровня в муниципалитет, но и с федерального уровня, за счет которых эту систему внедрим, эту систему запустим. И в 2021, 2022, 2023 годах у нас будет в городе красота, так же, как на прошедшей универсиаде было в Красноярске. Все, кто был на универсиаде, приезжают. Только восхищение, только слова благодарности организаторам и городу Красноярску. Да, хотелось бы, чтобы у нас тоже было чисто, тем более уже там сказали, что столицей Сибири является Красноярск. Нам это было весьма неприятно слышать. Обидно. Обидно, клянусь, обидно, как говорили герои фильма Мимино. А что касается материалов, мы говорим о том, что химреагенты появились на улицах Новосибирска. Бионорт, мы сегодня о нем сказали. А он готов вообще полностью песко-соляную смесь заменить? Он не опасен для здоровья человека? Ну, те химические реагенты, которые использовались в этом году в Новосибирске и ранее использовались другие реагенты, были пилотные проекты, пилотные участки уличной дорожной сети, на которых так называемые испытания и пилоты внедряли. Я хотел бы сказать, что все города, те, которые перешли на реагенты, есть какие-то возмущения, есть там экологические организации, которые не принимают эти составы, не принимают эти смеси, которые используются в борьбе с смесью уличной дорожной сети, и те преимущества, которые по Бионору. Красный проспект в этом году мы все с вами видели, он практически всегда был чистым, но, да, влажность была. Мне, как автомобилисту, не нравится, что по Красному проспекту... У нас столько было жалоб тоже вот именно от автолюбителей, мол, на улице минус 12, а у меня грязное стекло. Да, да, да. То есть понятно, что это обледенение, что грязные автомобили, но мы тоже должны понимать, если мы работаем и с той, и с той смесью, грязь в городе будет и зимой. Если мы перейдем на Бионор полностью, то грязь постепенно будет уходить. Но, следовательно, пока что мы еще ищем, да, золотую середину. Да, мы еще ищем золотую середину, но вот был пилотный проект, он, в принципе, удался. Был также проект, я еще немножко отклонюсь, был проект по такой гранитной крошке, которая... Это то, что в Академгородке было, да? Да, посыпалась, она не только в Академгородке, она посыпалась и на улице Восход, и на Красном проспекту. Гранитная крошка, которая посыпалась на тротуары. Действительно, гранитная крошка себя зарекомендовала в плане того, что меньше травматизма стало, действительно, сцепление с тротуаром у горожан стало лучше, и поэтому меньше падали и скользили. Но, тем не менее, сейчас большая проблема убрать эту гранитную крошку. То есть, нужны не раз пройти на подметальной машине, не два, а там по раза, по три, по четыре, это вот с общения с работниками ДЭО, то есть, она тяжело убирается, но тяжело, и ее нельзя использовать повторно. И она, получается, подороже будет, чем обычная смесь. Но она, видимо, и в воздух не поднимается, да, как пыль? В воздух не поднимается, вот это основное преимущество, да. То есть, вот еще и третий компонент, вот ты выбирай здесь золотую середину. Да, да, да. Придется голову поломать, серьезно. Мы сейчас уйдем на короткую рекламу, далее продолжим. Я напомню, у нас работает WhatsApp, вы можете задавать вопросы. На сегодня Игорь Умтитаренко, заместителю председателя комиссии по городскому хозяйству и члену комиссии по муниципальной собственности WhatsApp радиостанции «Комсомольская правда». 923-145-1102. 923-145-1102. Продолжим ровно через две минуты. Оставайтесь вместе с нами. Открытая трибуна. А мы продолжаем прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». С Игорем Титаренко общаемся с заместителем председателя комиссии по городскому хозяйству и членом комиссии по муниципальной собственности. Итак, запыленность города. Вот первый вопрос, который мы сегодня уже успели обсудить. Еще один вопрос, он в принципе где-то смежен получается с первым. Это по поводу полива улиц летом. Уже в летний период много вопросов к нам приходит в летний период, когда вроде бы и жарко с одной стороны, и вот пыли уже поменьше, нежели весной. И слушатели отмечают, а куда делись поливальные машины, которые были в советский период, которые каждое утро буквально поливали дорогу, и как-то уже было чуть-чуть, чуть-чуть комфортнее жилось. Будут поливать? Или не хватает опять же поливальных машин, и все опять же сводится к тому, что в парке у нас сейчас не все лучшим образом выглядит? На самом деле поливальные машины есть, и они всегда поливали. То один, конечно, вопрос самый главный, то, что их не хватает на все участки дорог, и об этом мы уже сегодня пообщались. Но, тем не менее, хотелось бы сказать, что уже даже вот в период данный весенний период уже некоторые улицы города Новосибирска в утреннее время поливались в рамках борьбы с пылью, чтобы не было запыленности. Так что машины есть. Хотелось бы, конечно, их побольше видеть. Мы понимаем и в Совете депутатов в городе Новосибирске, опять же, что близятся большие события, и техника необходима жизни. События большие, это спортивные, да? И не только спортивные. И политические, и спортивные, и куча всяких моментов. Город у нас действительно, я не соглашусь с тем, что мы не столица Сибири, мы действительно город Новосибирск, и научная столица Сибири, и столица фактическая. Поэтому город Новосибирск должен не просто сиять и быть красочным, быть привлекательным для туристов, для жителей, для горожан, но и должен просто радовать глаз всем нам, кто здесь находится. От Сергея вопрос на WhatsApp сообщение приходит. Следующее доброе утро. Но если гости Новосибирска говорят, что у нас грязно, так может опыт других городов перенять? А вот, может быть, действительно депутаты выезжали в другие города, смотрели, перенимали опыт? Мы действительно смотрим и сравниваем Новосибирск с другими, с соседними городами, прежде всего, потому что, чтобы хоть более-менее были похожи по климату, да? Но вот, опять же, в сравнении с Красноярском, когда приходят большие события в город, тогда появляются на это ресурсы, ресурсы прежде всего федеральные. Никакими объемами бюджетов регионального и муниципального мы не сможем исполнить те программы, которые существуют в городе Новосибирске. Нужны федеральные целевые деньги. Именно на благоустройство, что сейчас есть по программам «Комфортная городская среда», по безопасным дорогам, и также на обновление подвижных составов, на строительство каких-то дополнительных участков дорог, для того, чтобы разгрузить магистрали и показать то, что все-таки мы действительно столица Сибири. То есть, таким образом, крупное, даже вот сейчас говорим, спортивное событие привлекает нам федеральные средства и позволяет в дальнейшем необходимую технику закупить, да? То есть, будет финансовое вложение. Да, ну, это один из инструментов того, что город может... Это не от хорошей жизни, да? Это от того, что не хватает собственных средств. Да, не хватает собственных средств. Это никто нигде не скрывает. Это действительно так и есть. Не хватает. Было бы сейчас много денег, мы бы, не буду говорить региону, у нас бы закупалось большое количество уборочной техники, и было бы в этом отношении все хорошо. Тогда было бы тяжело критиковать, тогда бы мы бы сейчас бы сидели бы с вами и обсуждали бы, почему вот неправильно распределили 10 подметальных машин туда, хотя нужно было туда. Критиковать всегда легко, поверьте. Нашли бы за что зацепиться, о чем поговорить. И тут просто жаль, что мы не получили чемпионат мира по футболу. Вот я о чем говорю. Я хотел бы об этом тоже сказать, спасибо, что напомнили. Я в 2018 году с сыном удалось и посчастливилось побывать в некоторых городах проведение чемпионата мира по футболу. Действительно, куда приходят большие события, куда приходят события такого масштаба, конечно, те города преображаются. И тот же Волгоград, Казань, она и без этого была хороша, а сейчас сверкает и сияет. То есть все, кто приезжают в Казань, конечно, приезжают под большим впечатлением от того, как там городская среда, благоустройство, как там вот эти вот все моменты взаимодействуют и работают в городском хозяйстве. Поэтому действительно те города, где был чемпионат мира, они преобразились и обновились. Я до сих пор не понимаю, почему Новосибирск, третий город по численности в России, не стал принимать чемпионат мира по футболу. Многие говорили о том, что слишком далеко, мол, по расстоянию от Калининграда до Новосибирска. Я тут же, недолго думая, вспомнил чемпионат мира по футболу в США. От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса там матчи проводились, расстояние больше, чем от Калининграда до Новосибирска. Ну, я глубоко убежден, что Новосибирск был в числе приоритетных городов по проведению чемпионата мира по футболу. Но там же, помимо наших хотелок, я имею в виду хотелок нашего правительства, Российской Федерации, президента, есть же еще и организации международные, это FIFA, это UEFA, которые смотрят еще на другие параметры. Ну да, конечно. Да, и если город нужно подготовить было в кратчайшие сроки к таким условиям, которые вот в тех городах проведения, то, я скажу, было бы достаточно сложно, даже имея большие финансовые ресурсы, было бы сложно подготовить Новосибирск под чемпионат мира. Ну, там еще одна такая серьезная деталь, что мы находимся все-таки за Уралом, а чемпионат мира должен проходить был в европейской стране. Что касается городского хозяйства, давайте поговорим, вот в каком состоянии сейчас находится городское хозяйство города? На самом деле, вот если говорить о городском хозяйстве, у нас нельзя сказать, что оно в плохом состоянии, нельзя сказать, что оно в хорошем. По доходности и по тем цифрам, которые бюджет города, бюджет региональный закладывают в городское хозяйство, бюджеты примерно одинаковые, то есть и начиная с 2015 года, и по нынешний 2019 год. Мы понимаем, что есть дефицит в городском хозяйстве, на что нужны средства, мы это записываем и создаем для этого специальные программы, извините за выражение, выпрашиваем на это ресурсы финансовые, для того, чтобы реализовать эти проекты, эти программы, та же закупка техники, те же ремонты дорог муниципального значения, те же ремонты дорог частного сектора, благоустройство территории, это установка и детских площадок, и спортивных каких-то комплексов. Поэтому бюджет остается примерно на том же уровне, но хотелось бы, конечно, чтобы он как минимум увеличивался, и увеличивался не на процент 2-3, а как минимум на процентов бы 30-40, был бы увеличить этот бюджет, было бы тогда очень заметно, и даже простой горожанин бы сказал, что действительно вижу изменения. У нас бюджет не профицитный, у нас дефицитный бюджет. У нас дефицитный бюджет, поэтому есть определенные долговые обязательства у бюджета, есть кредитные обязательства. И, конечно, та же техника, которая приобреталась в 2018 году, она также взята по кредитной линии. Ну, то есть мы можем смело говорить, что средств на решение проблем городского хозяйства не хватает, раз дефицитный бюджет, и их необходимо привлекать. Мы берем не от хорошей жизни в кредит технику. Да, вот на самом деле привлечение средств какое бывает. Понятно, что мы можем просить у федерального центра, у регионального центра на уровень муниципалитета, чтобы нам какие-то средства спустили. Но есть же еще инвесторы частные, которые приходят. Есть проект хороший инвестиционный по строительству автовокзала. Это тоже городское хозяйство. Мы понимаем, тот автовокзал, который находится в центре города Новосибирск, никакой критике не поддается. Нельзя не припарковаться, у тебя машину сразу же эвакуировать. Нельзя не подъехать, не подойти, не разгрузиться. То есть, понятно, это создает неудобство. Там инвестор заходит, совместно с муниципалитетом инвестиционный проект, создается новая площадка на территории Гусенин-Бродского шоссе. Мы уже ее увидим. И в этом году будем надеяться, что новый автовокзал в Новосибирске красивый, качественный, появится с полностью инфраструктурой, необходимой, которая по всем законам, по всем нормам. Но также есть и по ливневой канализации, также есть инвестиции, есть по газовому хозяйству инвесторы, которые заходят и говорят, мы готовы инвестировать. Есть много просто механизмов, много препятствий, которые нужно преодолеть инвестору, прежде чем он может зайти в муниципалитет со своими инвестициями. Все страны, и Европа, и другие страны используют механизмы привлечения частных инвестиций в городское хозяйство. Это выгодно не только муниципалитету, это выгодно в первую очередь инвестору, потому что он не пошел бы, если бы понимал. Мы же знаем, у нас инвестиционный проект был и по снегоплавильной станции, и по куче других направлений, которые можно сегодня было бы обсуждать. Но хотелось бы сказать, что город Новосибирск очень привлекательный город. Нужно создать платформу для того, чтобы инвестор зашел и вкладывался в городское хозяйство. Сейчас все для этого есть, двигается и муниципалитет, и область в правильном направлении. Мы со стороны Совета депутатов только поддерживаем это. Ну, а автовокзал, будущее как-то известно, оно обсуждается, потому что вы сейчас сказали о том, что новый автовокзал на Гусинобродском, да? А здесь центральный вот этот автовокзал, что его ждет? В общем, смотрите, ситуация на данный момент следующая. Автовокзал переедет, так или иначе будет главный новосибирский автовокзал, будет находиться на Гусинобродском. Он называется транспортно-пересадочный узел, но это будет новосибирским автовокзалом. Тот автовокзал, который существует сейчас на улице Красный проспект, он останется, но останется просто станция. То есть небольшая станция. Такие станции у нас уже есть на Снегирях. Такая станция в ближайшее время, возможно, откроется. Сейчас открыта еще на Немировича-Данченко и откроется в ближайшее время в районе улицы Хилокской, чтобы, допустим, туда могли подойти и оттуда уехать, там купить билеты. Будет касса, будет зал ожидания, так как вот на Снегирях и на Немировича-Данченко. Поэтому автовокзал в таком формате, который сейчас существует, его не будет, будет это станцией. У нас слушатели просто обеспокоенность по этому поводу высказывали. У нас в эфире говорили о том, что вот сейчас этот автовокзал, да, там нельзя припарковаться, да, он страшно выглядит, он ужасен, конечно же, он уродует южную вот эту площадь, площадь Будагова, но при этом позволяет приехать в город из другого региона, выйти возле автовокзала, а многие транзитом пользуются, как новосибирский транзит используют, то есть добраться легко до ЖД вокзала, перешел через дорогу, сел на автобус и поехал в аэропорт. Вот этот вопрос, он весьма остро поднимался. Прежде чем проработать вопрос строительства станции либо транспортно-пересадочного узла, прорабатываются все возможные варианты и транспортно-пассажиропотока, поэтому там замыкается городской транспорт, замыкается тот транспорт, который уходит в регионы и даже в другие страны. То есть это тоже прорабатывается? Это прорабатывается, говорят. Неоднократно слышал, что заседания комитета городского хозяйства одни из самых оживленных в городе, мол, поднимаются острые вопросы, звучат разные точки зрения, в результате все-таки вырабатываются какие-то действенные решения? На самом деле это так и есть. Комиссия очень интересна, поэтому, когда я избрался во второй раз, и в первый раз я избирался в комиссию, в эту вступил комиссию по городскому хозяйству, и во второй раз уже в качестве заместителя председателя комиссии, потому как городское хозяйство, это действительно самые злободневные вопросы поднимает городское хозяйство. И там действительно понимаешь, как и чем живет город, как и чем живут твои избиратели, как решать те или иные вопросы, поставленные перед тобой, теми, кто тебя избирал, теми, кто доверил тебе свой голос. Поэтому есть множество вопросов, которые обсуждаются на городском хозяйстве, начиная от уборки улиц и заканчивая установкой скамеек во дворе какого-то жилого дома. Но, тем не менее, я считаю, что без такого компетентного состава, который сейчас присутствует в комиссии по городскому хозяйству, многие вопросы не удавалось бы решать, или бы они решались бы немного иначе, дольше, либо вообще как-то уходили бы в непонятные дали, которые бы мы с вами не могли бы как-то вместе с вами даже преодолеть. Но, тем не менее, хотелось бы сказать, что комиссия городского хозяйства ведет много рабочих групп, рабочих заседаний, те, которые и это по остановкам, по конечным пунктам остановочным, это и по работе от так называемой комиссии «Антипыль», это и по проблеме перехода с каменного на бурый уголь. Множество вопросов, которые рассматривает городское хозяйство именно с привлечением специалистов высокого уровня. Это и ученые, те, которые именно разбираются и ведут исследования в области загрязненности атмосферы города Новосибирска. Те специалисты, которые работают по внедрению новых технологий в дорожную инфраструктуру, в дорожную отрасль города Новосибирска. Поэтому множество вопросов охватывает комиссия по городскому хозяйству. И бывают, конечно, спорные какие-то вопросы, которые действительно приходится перекладывать, создавать какие-то дополнительные мероприятия для решения того или иного вопроса. Но у нас большинство вопросов проходит, и комиссия, если и принимает какое-то решение, практически всегда это единогласное решение. Я напомню, WhatsApp работает, я вижу, звонки поступают, но мы сегодня решили по WhatsApp принимать от вас вопросы. Уважаемые радиослушатели, на WhatsApp пишите, не стесняйтесь, вопрос прозвучит. Номер 923-145-11-02. 923-145-11-02. Раз сказали о буром угле, да, вот прозвучало, бурый уголь все-таки в качестве энергии для отец города. Как-то сказался на экологии Новосибирска? Ведь об этом много пишут, много говорят, продолжают обсуждать, спорят. Но а какие-то определенные цифры-то все-таки есть или нет? Вот я сейчас вам по цифрам, конечно, мне будет тяжело сориентироваться и говорить по какому-то параметру, какие превышения, либо не превышения допустимых норм. Есть такое понятие ПДК, предельно допустимая концентрация. Мы с коллегами из Совета депутата, с общественниками, с экологами в прошлом году посетили Красноярскую ТЭЦ и Бородинский разрез, откуда как раз сейчас на ТЭЦ-5, на ТЭЦ-3 нам поступает бурый уголь, которым сейчас отапливается город Новосибирск, из этого производят тепло и электроэнергию. То, что мы выяснили там, и вообще не со специалистами, с экспертами, с экологическими организациями, с представителями экологической организации, понимание того, что насколько хуже или насколько лучше бурый уголь для города Новосибирска, не может прийти сразу понимание. То, что эксперты заявляют практически процентов 80 экспертов и людей, те, которые занимаются на таком высоком уровне исследований в этой области, говорят о том, что бурый уголь не вреден для города Новосибирска и не вреден для Новосибирской области в целом и для нашей энергетики. Но, тем не менее, есть и мнение других экспертов, есть мнение экологических организаций, к которым мы в Совете депутатов не могли не прислушаться. Мы действительно эту проблему изучаем. Создана рабочая группа, туда вошли множество экспертов и общественников, депутатов, представителей муниципалитета. Мы были и уже на ТЭЦ, делали инструментальные, ТЭЦ-5 города Новосибирска, делали инструментальные замеры, которые показали, что действительно предельно допустима концентрация в рамках тех, которые всеми СанПинами и ГОСТами разрешены. Но, еще раз повторюсь, однозначного ответа, лучше или хуже, сейчас никто не даст. То есть понимание и замеры для того и проводятся, они будут проводиться раз в полгода для того, чтобы понять, насколько действительно вреден или не вреден. Другой вопрос был в буром угле и в каменном угле. То, что в районе ТЭЦ-5 не хватает площадей для зола шлака отвалов. Это вопрос серьезный, действительно. И сейчас компания СГК, которая стала правоприемником компании СИБЭКа, когда они стали основными акционерами, компания СГК разрабатывается проект утилизации, либо, можно сказать, будут пускать в производство, в какой-то дополнительной примеси, пускать шлак этот, который применяется в цементе, применяется в каком-то строительстве. Допустим, даже тот же, вот Новомарусино, подкладка под существующую платформу на болоте построена. Были использованы шлаки как раз-таки с ТЭЦ. И также в Красноярске был вопрос, мы задавали его представителям компании СГК, они в то же время и смотрели на то, что можно, вагоны приходят, разгрузили уголь на ТЭЦ, загрузили шлаком и увезли его в пустоты на Бородинском разрезе. Они же все равно туда пустые идут. Вот этот вопрос тоже, он организационный, и они тоже этот вопрос не отпускают, но прорабатывают этот вопрос. Потому что в Красноярске такой опыт есть. Мы продолжаем наш прямой эфир. Открытая студия на радиостанции «Комсомольская правда». В нашей студии Игорь Титаренко, заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, член комиссии по муниципальной собственности. Немного о городской среде. Как вы оцениваете обозначенный перечень работ в рамках городской среды? Я понял, вы имеете в виду вопрос комфортной городской среды. Да, 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 конечно. Федеральный проект. Да, да, совершенно верно. Вот на самом деле это беспрецедентный проект, беспрецедентный проект, который был заложен в недрах Государственной Думы Российской Федерации, правительства Российской Федерации, потому как те деньги, которые приходили у нас с федерального центра, они никогда не доходили до придомовых территорий. Сейчас мы не можем не замечать этого. Придомовые территории делаются не за счет собственников, не за счет муниципалитета, ну, частично за счет муниципалитета и областного бюджета, а преимущественно за счет федерального бюджета. То есть федеральный центр, наконец-то, деньги спустил нам на территории, придомовые территории. Это и асфальтирование, это и установка детских площадок, это и урны, и скамейки, и освещение, и ливневки, и куча всех тех работ, которые включает в себя программа «Городская среда». Я хотел бы сказать, что этот проект, он уже в ранг национальных перерост, так же, как и безопасные качественные дороги. Поэтому глубоко убежден, что сейчас подход, тот, который новый подход использует муниципалитет, они, во-первых, выделяют субсидии либо на управляющие компании, либо на ТСЖ, и собственники сами принимают решение. Не аукцион принимает решение, а собственники выбирают себе компанию общим голосованием. Допустим, так, компания, которая будет поставлять элементы детской площадки, или спортивной площадки, или покрытие для тех же площадок, или выбор подрядчика. То есть жители, вот основной посыл этого проекта «Городская среда», проект, который был в Государственной Думе инициативированной фракции «Единая Россия», посыл основной был для того, чтобы принимали в этом, прежде всего, самое активное участие жителей территории, а не муниципалитет или другой какой-то орган государственного власти, принимал решение, где и что будут делать. Только жители, только я знаю, что у меня будут на территории, что у меня на территории нужно, и что я там хочу сделать. Поэтому сейчас много было таких решений, может быть, где-то непопулярных принятых, где-то со стороны УФАС на них обращали пристальное внимание, но тем не менее сейчас жители с 2019 года выбирают сами себе подрядчик. Сами. Не муниципалитет отторгуют, а жители себе выбирают, и сами его контролируют. То есть, как он сделал правильно, неправильно, уклон сделал правильно, неправильно, остается лужа, не остается. То есть, установили правильно качелька или неправильно, по стандартам, не по стандартам. Конечно, с привлечением специалистов, из Совета депутатов, с муниципалитетом, но тем не менее жители сами принимают решение. Проект однозначно удался, и сейчас проект еще носит характер комплексного. То есть, есть ранжирование территории тех, которые определяются, Те, которые попали в перечень реализации на 2019, 2020 и ближайшие годы, есть система ранжирования. И в системе ранжирования определено, если входит несколько многоквартирных домов и общая площадка, допустим, детская, игровая какая-то зона, тренировочная, спортивная площадка, то эти дома в приоритете. Ну, то есть проект федеральный, реализация за счет федеральных денег идет? Региональных и муниципальных. Вот три бюджета. Три бюджета, да. Консолидация. То есть данная программа, она должна преобразить город Новосибирск. Я в этом однозначно убежден. Я был в 2017 году, когда начался старт этой программы, в городе Казань. У них своя эта программа работает уже давно на республиканском уровне. Поэтому город Казань, его можно хоть как-то сравнить с Новосибирском. С Москвой мы не можем сравнить, потому что это другой немножко, извините за выражение, уровень другой. Поэтому Казань действительно тот город, на который можно смотреть и у которого можно учиться. Мы туда съездили, и министерство ЖКХ было, и департамент наш, и архитектура, и культура. Мы уже посмотрели, действительно есть чему поучиться. И мы перенимаем этот опыт и его проецируем на Новосибирск. Я бы еще отметил, по поводу городской комфортной среды, много разговоров ежегодно у нас проходит в Новосибирске вокруг пешеходного, так называемого Арбата. Приводится пример ряд городов России, где есть пешеходные улицы. У нас в Новосибирске уже пробовали пойти по этому пути. Во время лета перекрывали улицу Ленина. Как вы считаете, все-таки нужен ли нам так называемый Арбат? По примеру, опять же, может быть я сильно заостряю на это внимание, по примеру города Казань, республики Татарстан. Мы можем с вами также сказать, что есть там пешеходные улицы, есть те улицы, которые перекрываются на какой-то промежуток времени. Но это привлекает и туристов, привлекает и горожан. Поэтому я считаю, что такой опыт должен быть, такие улицы должны быть. А проблема, когда перекрывать, для чего перекрывать, в какое время суток, времени года, на какие мероприятия, это уже вопрос специалистов, органов Государственной инспекции безопасно-дорожного движения, Департамента транспорта. То есть они должны сказать, когда это возможно. То есть и возможно ли это вообще. Я считаю, что такое должно быть, но обязательно все должно быть продумано, отрепетировано и только потом нужно запускать. Я слышал, что жители районов жаловались на то, что я сейчас не прошу, а прошу, это понятно, кому-то говорят, что громко, кто-то скажет, что нет. Я, допустим, житель этого района, центрального улицы Ленина, когда была пешеходной, мне вообще нисколько не беспокоило. А что касается подъезда, да, вот здесь вопрос, а подъехать-то как? И здесь я просто примеры, вот сейчас разных городов мира можно привести, где много пешеходных улиц уже создано, но жители получают право специальный проездной. Ты имеешь право подъехать к своему подъезду, никто тебе не запрещает. Может быть, нам стоило тоже бы пойти таким путем? Я и говорю, тут нужно обязательно проконсультироваться и взвесить все плюсы и минусы, взять опыт тех городов, где это есть. Конечно, нам прежде всего нужно опираться на опыт наших российских городов и наших внутренних реалий, и потом только его на Новосибирск проецировать. Иначе нельзя подходить, потому что если перекрыли Ленина, мы понимаем, что мы перекрыли Советскую, Урицкого и куча других подъездных участков. А там и так все плотно в тихом центре. Здесь тогда другой вопрос. У нас все пишут в тихий центр, ну, или в центр города, да, приехать на автомобиле. И тут же появляется новость о том, что давайте-ка мы будем от автомобиля освобождаться. Каким образом? А давайте создадим платные парковки. Все бы ничего, но создавать платные парковки на месте, где вчера была бесплатная, как-то, вот, мне кажется, совсем неправильно по отношению к автолюбителю. Но все же вопрос-то стоит острый, мест не хватает. Насколько городу необходимы платные парковки? Я глубоко убежден, что платные парковки в городе Новосибирске должны быть. Объясню почему. Потому что та автомобилизация города Новосибирск, которая сейчас идет не просто там какими-то короткими и редкими шагами, а действительно мы скачками идем. У нас сейчас автомобили это уже не роскошь, это средство передвижения. И зачастую, не зачастую, а практически в каждой семье уже не по одному транспортному средству есть. Поэтому город Новосибирск и, конечно, те автолюбители, я не могу их назвать какими-то нерадивыми автолюбителями, которые приехали в центр города, поставили на парковку автомобиль и на весь день ушли, а может быть даже не на день, а может быть на неделю его там оставили, и он там стоит. Невозможность убрать территорию. Первое. Проблемы для уборочной техники. Невозможность припарковаться тех, кто хочет кратковременно припарковаться. Я, допустим, пользуюсь платной парковкой на центральном рынке, на Гоголя, теперь понимаю преимущество парковки в городе Новосибирске. Я теперь могу приехать в выходной день, припарковаться, сходить на 20-25 минут, я там молока схожу, возьму каких-нибудь овощей, мясо, и спокойно за 20-25 минут я это делаю и выезжаю оттуда. Бесплатно это. Но зато парковочные места есть. А если бы это было без организации платного парковочного пространства, то опять же, я бы непонятно как поставил, непонятно кто ходит, деньги собирает. А это муниципальная территория. Давайте ее будем содержать на какие-то средства. Раз мы хотим пользоваться этим, давайте будем содержать и понимать. Но основная проблема даже не в том, что нужно парковочное пространство или не нужно. Оно действительно нужно. Еще раз повторюсь, это мое мнение, платное парковочное пространство в городе Новосибирску нужно для того, чтобы нам понимать, куда поставить автомобили, чтобы нам было удобно. Всем автолюбителям и горожанам в том числе. Ну и второй момент. У нас сейчас не хватает того рывка, который мы должны сделать кратковременно для того, чтобы город и жители, горожане поняли, для чего все-таки нужно парковочное пространство. Мы с вами сейчас сделали те, которые перекрываются только шлагбаумом. Должно быть на уличной дорожной сети, как в Петербурге, как в Москве парковочное пространство. Когда ты подъехал по приложению, оплатил парковку за час 50 рублей и пошел спокойно... Это паркоматы, да? Да, паркоматы. А есть приложение. Вот в Москве подъезжаешь, припарковался, ты можешь к паркомату не подходить. У тебя приложение. Сейчас в смартфоны практически у всех автолюбителей, ну, процентов 80 точно есть смартфон. Приложение загружаешь, кнопочку нажал, и уже, когда проезжает машина, та, которая фиксирует, нарушение есть у тебя, оплатил ты или не платил, уже в приложении. То есть, с приложения ты оплатил, ты пошел по своим делам, а та машина, которая контролирует, она видит, оплатил ты или не платил. В Москве вообще в центре бешеные штрафы, дикие, я бы сказал, там 3-5 тысяч, я знаю, платят, если неправильно припарковался, проезжают машины, фотографируют и будь любезен, заплати. Но и люди вообще боятся в центр заезжать. У нас все-таки не тот город, с Москвой не сравниваем, у нас город поменьше, да и финансирование, мы сегодня говорили, уже не то. Если в Москве дороги, ну, буквально идеальные, то у нас масса претензий к дорогам. Сейчас начался, так называемый, ямочный ремонт, но впереди и реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вот в последнее время дорожники получили сотни новых стандартов, более того, скоро их будет еще больше. Изменилось ли что-то на дорогах у нас, в Новосибирске, после вот этого первого поводка нормативно-правовых документов? И что ждать нам от второй волны? Я сейчас в целом и о безопасной и качественной автомобильной дороге. И что у нас в этом году будет сделано и так далее. В общем, безопасные и качественные дороги, это, опять же, перешел с недавнего времени по указу президента в ранг национальных проектов. То есть этот проект будет постоянно действующим и выделяться на это будут федеральные средства. В рамках этих средств в городу Новосибирску выделены больше миллиарда рублей, миллиард 46 миллионов или миллиард 36, ну что-то я могу в цифрах путаться, но тем не менее больше миллиарда. Это параметры те же самые, что и по прошлому году, но в этом году также будет еще заложена реконструкция. Реконструкция первого этапа это Гусинобродское шоссе от улицы Коминтерн до торгового комплекса «Восток». И улица Кедровая от границы города до улицы Охотская перекресток, улица 2-я станционная и Большая. Эти работы рассчитаны на 19-20 год. Также в 19-й год по программе «Безопасные и качественные дороги» вошли участки ликвидации четырех мест концентрации ДТП. Улица Гоголя от улицы Мичурин до Ипподромска, Фрунзе от Советской до Кашурникова, Берское шоссе от улицы Матвеевки до проспекта строителей, улица Жуковского от Плановой до Мальчишевского шоссе и Фабричное от Будагова до Развилки Димитровского моста. Договоры уже заключены, окончание работ 1 сентября 2019 года. Что хотелось сказать по 2018 году? Работы действительно были проведены, были экспертизы, были много вопросов, много нареканий. Мы в этом году видим, что есть проблемы. Проблемы в плане качества выполнения подрядчиками дорог. Эти проблемы уже требования предъявлены, можем так говорить, даже исковые требования предъявлены к подрядчикам. Они в рамках гарантийного ремонта будут обязаны исправить те недочеты, те проблемы, которые возникли за данный период эксплуатации, а прошло менее года. Мы уже на некоторых участках дорог, которые в том году ремонтировались, видим колейность, чего вообще не должно быть. Это вообще наш бич Новосибирск. Да, это бич Новосибирска, но этого не должно быть, понимаете. То есть то качество покрытия должно выдерживать все те температурные нагрузки и весовые нагрузки, которые заложены именно были в параметре при формировании конкурсной документации и проектно-сметной документации. Но они не выдержали, поэтому подрядчик за свой счет сейчас должен эти неполадки устранять, где-то будет демонтировать покрытие где-то, но будет по новой укладывать, то есть за счет собственных средств. Это было все в договоре? Это было все в договоре. Поэтому мы в Совете создали специальную рабочую группу по этому вопросу и за этим очень пристально наблюдаем. Множество вопросов, те, которые хотели бы мы снять, это и фото-видео фиксации на аварийных участках дороги, где множество ДТП, причем с участием школьников. Поэтому все на контроле держим и по возможности выезжаем комиссионно на данный участок. О школьниках, кстати, давайте в завершение уже нашего беседы я слышал, что вы говорили, выступаете в поддержку шведских столов для учащихся в школах. Это действительно так? Каким образом вы все это видите? Вот смотрите, да, это немножко, конечно, к городскому хозяйству не относится, но тем не менее у меня, как у любого депутата, на округе есть свои общеобразовательные и дошкольные учреждения. Я поддерживаю тот комплекс питания учащихся, который прежде всего поддерживают родители той школы, в которой учатся их ребятишки. Почему? Объясню. Потому что у каждого родительского комитета, у каждой школы свой подход, у кого-то свои столовые, кому-то комбинат питания привозит готовую еду. Поэтому в этом году мной было принято решение в качестве пилотного проекта поддержать школу номер 202, это на шведчинском жилмассиве, в плане чего? В плане здорового питания прежде всего. Оно как шведский стол, но там нарезанное, допустим, какой-то салатик овощной. Сейчас хотим внедрить... Это уже реализуется? Да, это уже реализуется. Нарезанный овощной салатик, то есть это бесплатно, то есть это за счет тех средств, которые выделяются по обращениям граждан каждому депутату. Мы эти салатики режем, там где-то морковочка, где-то капусточка, где-то свеколка. Каждый ребенок может подойти, и сколько он может съесть, это как шведская система, да. Но только касаемо именно овощного, фруктово-овощного питания. В ближайшее время, может быть, еще введем какие-то чаи фруктовые и укрепляющие. Ну а думали о том, чтобы шведский стол разнообразить? То есть и первое, и второе, там, ну, подходи, сам бери, сколько хочешь, да и ешь. Ну, я еще раз повторюсь, это все все-таки лежит в компетенции комитетов родительских при школах и руководства школы. Это прежде всего. Я поддерживаю то направление, которое задает мне образовательное учреждение. У нас буквально остается минута до завершения нашего эфира. Давайте мы еще раз напомним, что сегодня в программе «Открытая трибуна» мы пообщались с Игорем Китаренко, заместителем председателя комиссии по городскому хозяйству, членом комиссии по муниципальной собственности. Не все вопросы, сразу скажем, которые мы планировали, успели мы здесь обсудить, их гораздо больше. Но работа продолжается. Да, еще раз огромное спасибо за приглашение в студию, огромное спасибо всем радиослушателям. Я всегда открыт для общения, моя приемная «Восход-5». Приходите, будем общаться и в дружной, товарищеской обстановке все вопросы решим.